Здравствуйте, уважаемые поклонники художественной гимнастики! Очередная трансляция чемпионата мира по этому прекрасному виду спорта из Болгарии, вашему вниманию. Это спортивный зал армейц. События происходят в Софии, столице Болгарии. Ну и на сегодняшний день закончен четырехдневный марафон в командном зачете. Мы, дорогие друзья, поздравляем всех болельщиков, наших гимнасток, наша команда российская занимает первое место. Не говорим о золотой медали, потому что церемонии награждения еще не было. Нам предстоит с вами сегодня увидеть финалы в двух видах в упражнении с булавами и лентой. Ну а предыдущие дни принесли в копилку сборной России две золотые, серебряную и бронзовую медали. Молодцы наши девочки! Сегодня мы будем смотреть соревнования вместе с нашим уважаемым экспертом, заслуженным тренером России, тренером сборной России по художественной гимнастике Натальей Горбовиной. С вами также Елена Щербина. Добрый день, друзья! Следует представление гимнасток финала. Очень, по-моему, наглядные и прекрасные традиции чемпионата мира. Вот они, участницы. Кого-то мы уже видели в первых двух финалах, а кто-то, например, Солома Пажава, которая только что была на экранах ваших впервые. Участвует в финалах чемпионата мира. В этом году? В этом году, да. Открывает соревнование гимнастка из Японии, Кахо Минагава. Именно ее сейчас ждут болельщики. Вы видите группу поддержки нашей сборной. Очень активную, вполне выполняющую свою функцию, поддерживать наших гимнасток. И они сами признавались в интервью, что очень часто именно эта поддержка давала возможность выполнить композицию на высочайшем уровне. Тренировочные ковры примыкают вплотную к основной арене. Сейчас вы видите, как настраивается Влада Никонченко и главного тренера сборной Украины Ирину Дзирюгину. Очень удачно выступает на этом чемпионате молодая гимнастка. А я хочу сказать, что очень удобно для гимнасток, когда последние ковры находятся близко к основной арене. Потому что иной раз приходится девушкам проделывать огромный путь даже с этажа на этаж. Вот это, ну скажем так, мешает. Поправимся немного. Минагава начнет финал в упражнении с лентой. А первой в булавах выйдет Влада Никонченко. Именно ее мы с вами видели на тренировочном ковре. Минагава начнет финал в упражнении с лентой. Минагава начнет финал в упражнении с лентой. Мария Петрова трехкратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике. А ныне возглавляет она техком Европейского союза гимнастики. Ну а также является послом чемпионата мира по художественной гимнастике. Недавно эта традиция возникла. С прошлого года в Пезаро послом была Алина Кабаева. А сейчас Влада Никольченко. Алина Кабаева Алина Кабаева Очень сложное насильство, но не удалось поймать. И несмотря на то, чтобы лава опустилась на пол совершенно рядом, и Влада не сделала ни одного шага, тем не менее наказание пятьдесятых. Талантливая девочка амплитудно работает. Очень, скажем так, по сравнению с прошлым набрала в предмете, в трудности предмета. Но мне бы хотелось сказать, что несмотря на качество ее работы, все-таки чувствуется, что опыт ее еще не велик. И манера преподнесения просто атлетическая. Да, и работает корпус, но вот нет такой отдачи. Физически очень сильно, очень слитно, так как работают совсем летущие гимнастки, которые не делают и даже не исполняют, а дарят свое мастерство. Совершенно случайно попала в гимнастику эта девочка. Она занималась танцами. И для того, чтобы иметь хорошую растяжку, мама отдала ее заниматься художественной гимнастикой. Ну вот, она и прикипела к этому виду спорта. В Многобурье Влада Никольченко заняла четвертое место. Молодец, это очень высокий результат. 18,1 оценка этой гимнастки. Потому что очень высокая оценка была за трудность. Да, 10 с лишним. Да, а оценку за исполнение мы видели, это было 7 баллов и 80. Обращайте, дорогие друзья, внимание на графику. Там вот в правом верхнем углу вы видите оценку, разложенную на трудность и на исполнение. Ну, а на ковре Арина пожелаем ей удачи. Пожелаем, поболеем, поддержим кулачки с Богом и с собой. Пожелаем, поболеем, поддержим кулачки с Богом. Пожелаем, поболеем, поддержим кулачки с Богом. Пожелаем, поболеем, поддержим кулачки с Богом. Браво, Браво, Браво! Браво, Браво, Браво! Стилизован купальник спортсменки. Очень все продумано, вплоть до жабо и брошечки. Браво, Браво! 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 Да еще в такой изумительной амплитуде. Конечно, расстроена. Ну что ж, Арина, 18-800-250. Все впереди. Да, впереди у нас еще индивидуальное многоборье, в котором будут участвовать 24 гимнастки. Состоится завтра. А сейчас Невиана Владимирова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не растерялась. Бувала была не совсем там, где она ожидала ее получить, но тем не менее очень быстро среагировала. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот смотришь на современную гимнастику, настолько они быстро движутся, гимнастки работают предметом. Я имею в виду высокий топ гимнасток. И повлияло не только то, что открытой оценкой нужно набирать трудностями предметы, сколько гимнастка сможет. Но еще и тем, что в правилах очень четко написано. Не должно быть подготовок, не должно быть нелогичных остановок ни предмета, ни гимнастки. Чтобы движение гимнастки тела – это был танец, в котором присутствуют трудности предмета и трудности тела. Да, танец, в который включено то, что гимнастка умеет технически, что телом, что предметом. Поэтому гимнастки, понимая, что если они будут чрезмерно готовиться, неслитно работать, они получат наказание. И вот на гимнастику очень интересно смотреть. Конечно, рискуют девочки. И, конечно, это трудно, но интересно. Все гимнастки, которые сидят в Киес-энд-Крэйл, в уголке показывают сердечко. Это символ чемпионата мира в Болгарии. Был создан клип «Гимн», в котором главную роль сыграла еще совсем недавно действующая гимнастка Родимира Филиппова, которая закончила свое выступление из-за травмы. Но вот сейчас у нас символ чемпионата мира. Очень красивая гимнастка. Обворожительная, я бы сказала. И в этом же клипе участвуют фанаты из разных стран. И все они показывают, как признание в любви, вот это самое сердечко. В любви к гимнастике, в любви к своим кумирам. Ну, а Гриана Владимирова выполнила свое упражнение почти под японские барабаны. Кейти Судзуки, автор этого произведения. Наверное, очень удачный выбор музыки, да, для упражнения с булавами. Четкий ритм, четкие доли сильные. Да, и еще для ее темперамента. Итак, оценка для Грианы Владимировой 17,65. Я напомню, что в многоборе командном она занимает седьмую позицию. Ну, лишь на 2,5 балла, отличающиеся от оценки итальянской гимнастки Милены Балдасари, очень малый шаг в оценках общих за все четыре предмета. Ну, а команда Болгарии заняла в командном зачете второе место. И сейчас соотечественница Невианы Катрин Тасева. Совершенно не катающийся предмет булавы. И Катрин приняла совершенно безошибочно это после броска. Катрин выступает под музыку Эндрю Лойда Вейбера из его рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Болгарская школа художественной гимнастики славится работой с предметами. Возможно, темп очень высокий. Почему потери? Нет, нет, не только у болгарок сейчас высокий темп. Ну, возможно, время ответственности. Все-таки в родной стране кому-то стены помогают, а кто-то... Не будем гадать. Так сложилось. Так сложилось. У нее тоже не все удалось. То есть мы видели, как она выходила из положения. Но вот ведь Катрин завершила ошибку. Пока мы ждем оценку представительницы Болгарии Катрин Тасевой. Вы смотрите на фрагменты упражнений, которые только что она исполнила. Пожалуй, Катрин одна из немногих гимнасток, художницей, которые решились на тату. И вот вы видите на правой руке гимнастки пять олимпийских колец. Возможно, это ее заветная мечта участвовать в олимпиаде, которая предстоит в 2020 году. Брони Мира Маркова, тренер сборной. И оценка была 17,2. И таким образом мы видим таблицу из четырех участниц. И видим, что в лидерах Арина Аверина. Милена Балдасари, Италия. 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Две очень яркие гимнастки представляют Италию на чемпионате мира Обе молодые, очень такие харизматичные Мы с вами обязательно увидим и вторую представительницу Италии Александру Джокулезе Которая уже удостоилась чести быть награжденной бронзовой медалью в упражнении Жилета Канталупи и утренер Итак, вот предварительные результаты финала Вы видите тройку лидеров и Емелина Балдасарева ходит на вторую позицию Очень стремительные спринтерские дисциплины Отдельные виды многоборья Ирина Александровна Русманова провожает на ковер Дину Аверину в совершенно необыкновенном костюме Потом немножко поговорим о нем А сейчас мы поболеем Ирина Александровна Ирина Александровна Ох уж эти булавы сегодня Конечно совершенно... Да, и вот вы знаете, мастерство должно включать в себя при одной базе два критерия А у нее порой три, а то и четыре То есть это в принципе можно было разделить на два мастерства Но судьи этого, я думаю, не всегда могут увидеть И сами гимнастки и тренеры, они идут на такие новшества, они идут на такие усложнения И очень обидно, что в менее... В более отработанном элементе вот в риске была такая досадная потеря Но опять-таки посмотрите, характер спортивный Я имею в виду внутри спортивный характер Что Дина, что Арина после потери как ни в чем не бывало Ни на лице, ни в одном движении, ни в одном мускуле не было То, что у нее была потеря Да, я иду вперед и я туда иду Как сказала Ирина Александровна в одном из интервью, которые были вскоре после получения первых наград нашими девочками Я никогда не бываю довольна на сто процентов, ведь даже на солнце есть пятна Вы знаете, сами девочки тоже Вот, высокий уровень гимнасток, конечно же, они понимают, что вот тут вот немножечко, тут немножечко Да Молодец, молодец Мы тебя любим, мы в тебя верим 19-0 Да И вычли этот риск Но все, что было остальное Это было на высшем уровне Но каков купальник, Наталья, вы посмотрите, металлика в моде Вы посмотрите, какие характерны только для танцевального спорта детали Как с ними справляется гимнастка, которая выполняет такие умопомрачительные элементы тела и предмета Веревочки, на которых для того, чтобы эти элементы костюма создавали дополнительные движения Они каждая заканчивается камушком Это очень, видимо, сложная технически выполненная надежная работа Это очень красиво, а мастерству ничто не мешает Ну давайте дадим с Соломой, пожалуй, выступить Она должна реабилитироваться за не очень удачные выступления в первых видах Замечательная гимнастка, как вы говорите, Наталья, харизматичная, совершенно точная Любимица публики, ее всегда хорошо принимают Любимица публики, ее всегда хорошо принимают Маленький секрет Как они составляют все эти наши танцевальные, ее танцевальные, комбинации танцевальных шагов Она сначала в характере музыки ищет без предмета Чтобы это были жесты, взгляды, музыкальность А потом уже делают, очень жаль Вот видите, тоже... Маля Далидзе, тренер в гимнастке Тоже была потеря, конечно, огородчины Но, тем не менее, она в финале Да, очень драматичная судьба в художественной гимнастике в этой девушке Она, безусловно, и бесконечно влюблена в этот вид спорта Она предана ему Она выступала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Но, к сожалению, неудачно, поскольку была травма И вот упорно, упорно движется к своей цели Цель, вероятно, это... Участие в следующей Олимпиаде И кто бы сказал, глядя на эти прыжки, что у нее была травма? И кто бы сказал, что, по ее собственному признанию, у нее не было данных к художественной гимнастике Она была полненькая Но вот исключительное трудолюбие и стремление к цели Вот дают такие совершенно удивительные результаты 18.4, оценка Соломы Пажавы Дина Аверина возглавила список лидеров И сейчас мы с вами увидим Екатерину Галкину Ее провожает на ковер главный тренер сборной Белоруси Ирина Липарская Ее провожает на ковер главный тренер сборной Белоруси Ирина Липарская Как всегда, очень такие элегантные движения, но это ее стиль И вообще надо отметить, что вот из восьми девочек они все абсолютно разные И очень интересно смотреть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Молодец! Молодец! Это я к тому, когда мы говорили с вами, смотрели Невьяну, что вот тот темп очень соответствует булавам, то сейчас мы видели совсем другое, но там в подстрочке все равно есть акценты, которые чувствует гимнастка, и она продолжает, не продолжает, она движется даже на паузу, потому что жизнь продолжается, гимнастическая жизнь, жизнь булав на эти полторы минуты, она продолжает действовать. Причем интересно, что музыкальное сопровождение с таким рваным ритмом, тем более, что мы слышим голос такого известного американского рэпера, подстраиваться под такой ритм довольно сложно и выдерживать его. Потому что музыка и движение в художественной гимнастике – это единое целое. Есть даже наказание за несоответствие? Конечно, конечно, поскольку у нас художественная гимнастика – 18,9. Это второй результат. Ну что ж, учитывая, что это было последнее выступление, Екатерина Галкина радовалась своей серебряной медали. Посмотрите, дорогие друзья, как распределились места. Первая – Дина Аверина, вторая – Екатерина Галкина, и третья – Арина Аверина. Поздравляем, девочки. Но впереди еще один вид. Посмотрите, дорогие друзья, эти остановленные прекрасные мгновения наших победителей и призеров финала Чемпионата мира. На этой неделе в Болгарии проходит не только Чемпионат мира по художественной гимнастике, но также и Чемпионат мира по академической гребле и частично матчи Чемпионата мира по волейболу. Наш канал уделяет большое внимание этим событиям. Но мы должны отметить, что именно художественная гимнастика радует нас медалями разного достоинства. Все они одинаково дороги и нам, и гимнасткам. Мы только можем сказать, так держат девочки. Продолжение следует... Как приятно слышать звуки мелодии Катюши. Наша группа поддержки традиционно исполняет нашу эту замечательную песню. И неизменный заводил наших болельщиков. Он ездит на все крупные соревнования по художественной гимнастике. Возит с собой костюм, пищалки и так далее. Золотые девочки. Вот держат плакат болельщицы. Так была названа плеяда гимнасток-художниц. Болгарии. Времен Нэшки Рубевой, когда она была главным тренером сборной Болгарии. И когда золотым дождем сыпались медали именно для гимнастики этой страны. Каха Минагава. Япония. Участница финала с ничем. Володая гимнастка Анастасия Салас. Опытные и удачливые в этом сезоне Ленуи Ашрам из Израиля. Великолепные, красивые, очень художественные Саша Салдатова. Это наша гимнастка. Влада Никольченко. Молодая звезда украинской художественной гимнастики. Красавица Варяна Калейн. Болгария. Или еще недавно Джорджу Кулеску. Итальянская гимнастка, которая уже имеет бронзовую медаль чемпионата мира. И еще одна итальянка, Милена Балдасари. Вот пошли последние минуты. Очень коварный предмет. Очень коварный предмет эта лента. Очень часто преподносит неприятные сюрпризы. Болельщики. Лично я не могу ездить в составе болельщиков. Я болею. Я настолько привыкла действовать. Понимаете, что была утром тренировка. Там что-то распланировать, что-то подсказать. Где-то вдохновить. Потом идет подготовка к соревнованиям. Ей лично очень тяжело туда ездить. Вы не одиноко в своих переживаниях. Я не раз слышала об этом, что смотреть тренером с трибун очень сложно. И гораздо даже более волнительно, чем, скажем, из-за кулис провожая свою гимнастку. Вот это удивительный момент. Да, как-то так вот. Ну, а мы ждем Каху Минагава. Япония. Первая в истории художественной гимнастики Японии, завоевавшая бронзу на чемпионате мира в прошлом году. Она классическая гимнастка. И она будет выполнять свои упражнения под классическую мелодию. А точнее, подажу из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Увереннее, увереннее. Увереннее, увереннее. Ай-яй-яй, узел. Не справилась с волнением. Видимо, она очень хотела доказать себе, тренерам, стране, что вот она все-таки попала в финал. Но не надо делать ни больше, ни меньше. Надо с удовольствием делать то, что ты делаешь каждый день. И не один раз. Причем она неплохо выполнила это упражнение. Восемнадцать и одна ее оценка в квалификации Надежда Холодкова встретила гимнастку. Именно она работает с ней. Даже уже конец поворота был немножко не ее. Она куда-то себя рванула. Настолько красивые руки, даже в риске. Это только очень высокого класса гимнастки делает. Это делают наши гимнастки все. Да, лента шла в руку, но она вместо того, чтобы взять, повернулась к ней. А поворот головы меняет положение ладони. Ну, она будет выступать завтра в финалах. Надеюсь... В финале многоборья индивидуальном 24 гимнастки. Нас ждет с вами, дорогие друзья, возможность посмотреть сильнейшую группу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выливая гимнастка, как держит лицо, хотя... Хотя ей очень хочется всплакнуть или даже зарыдать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, действительно, до смешного низкая оценка для такого, такой мастерицы художественной гимнастики, какой является Каха Минагава. Ну, это спорт, большой спорт, и бывает всякое. Молодая гимнастка из Белоруссии. У каждой гимнастки есть свой ритуал. Вот вы видели, дорогие друзья, что-то проговаривали. Да, да, что-то, да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... 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 Причем ее фирменный такой элемент. Да, но никто этого не заметил. Вплоть до пробега с лентой по диагонали ковра, сродни пробегу Галины Улановой в балете Ромео и Джульетта. Вот он, этот пробег. Мне кажется, даже Саша подпевал немножко в начале упражнения. Чудесно. Это учитывая, что в мои месяцы она получила травму, что она не выступала какое-то время, что она проходила реабилитацию в тренировочном лагере в Хорватии, восстановилась и радует нас своим появлением на чемпионате мира. Поздравляем. Прекрасная работа, Ирина Александровна. Бесподобно. Попередив Леной Ашрам на одну десятую балла, Александр Солдатова занимает первую позицию. И сейчас Лада Никольченко в традиционном комбинзоне. Нет купальников с юбочками и просто купальников экипировки этой гимнастки. Исключительно комбинзоны. Ну, внешне данные, вероятно, позволяют это делать. Красные, желтые, всякие. Кармина Бурана. Это очень известная кантата композитора Карла Олфа. Кармина Бурана. А вот в этой композиции она более эмоциональна. Помните, я так посетовала на ее некоторую скованность в булавах. Здесь она щедрее на эмоции рук, эмоции тела, ну и лица, естественно. Да что же за узел? Вообще неудача с предметом имеет характер эпидемии. На таких крупных соревнованиях я не раз это замечала. Мы видели узел на одной гимнастке. И даже наша Арина Аверина не избежала такой ошибки. К сожалению, очень драматичный эпизод произошел в течение соревнований квалификации командных. Завязался узел у Арины. Она взяла запасной предмет. И у этого запасного предмета оторвалась лента от палочки. Это вообще, на моей памяти, такого события не было на соревнованиях такого уровня. Потому что каждая гимнастка всегда следит за своими предметами и обязательно укрепляет палочку, укрепляет к ленте. Я хочу сказать, что на моей памяти не было, чтобы Арина завязывала узлы. Вот что-то вот такое вот случилось. А то, что предмет лежащий, как запасной, ну не соответствовал тому, как работают, каким креплением работают гимнастки высокого уровня. Мы все очень давно, мы видим вот сейчас, крепится тесьмой лента. Карабины – это очень ненадежная конструкция, которая рвется, расстегивается и так далее. А там был карабин, ну, то, что это было вот сто лет назад, можно сказать. Ну, а в узлы у нас в нашей жизни завязываются не только ленты. Так что все идет вперед. Пожелаем Арине не унывать, двигаться вперед вместе со всеми тренерами и радовать нас, и тренеров, и нас, зрителей, нас, твоих болельщиков. Марьяна Калейни, вы слышите, как приветствует зал болгарскую гимнастку. Марьяна Калейни, такая нехарактерная для Болгарии фамилия. Девочка в интервью объясняла, откуда произошла эта фамилия после выступления. Я вам скажу, это любопытно. Четыре шума. Музыка из шоу Дерека Хаффа. Очень известный танцор, актер, победитель шестикратной шоу «Танец со звездами» на США. Называется «Кайрос». Кстати, эта же мелодия взята групповичками Испании. Посмотрите, как это выглядит. Эта мелодия в групповом упражнении. Очень интересная. Героический поступок. Но боюсь, что трудность риска не будет засчитанной. Хотя нельзя не отметить вот это желание не потерять во что бы то ни стало. Она молода. Я надеюсь, что ее так же, как и все гимнасты, которые выступают здесь, в финале ждет будущее. Героический «Кайрос». Ну, давайте вернемся все-таки к фамилии. Раз уж я обещала этой гимнастке колень. Необычная фамилия для болгарки обычно заканчивается на «Ова» или «Ева». Но очень даже болгарская фамилия, потому что на самом деле она происходит от названия болгарской национальной одежды. За такие гетры, которые называются «Кальцуни». Ну и со временем она преобразовалась вот в такую фамилию. Я не нервничаю. Я в восторге, так сказала Барьяна Калинин в своем интервью перед чемпионатом мира. Марианна Памукова сейчас вы видите на экранах. И оценка 17,1, четвертый результат. Значит, не надо нервничать. Александра Джурджукулеза. И ее совершенно эмоциональнейший тренер, который еще позавчера так реагировал на ее серебряную медаль. Посмотрим. Это видео качуют по всем фанатским сайтам. Это спелла Драгас. Итак, смотрим ленту. Упори из музыки исполнения групп Кин Флойд и Квин. Драгас. Вот эта стойка на голове. Насколько она волнула мне вообще? Мы же едем ее делать. По правилам, по правилам. У нас нет такого ограничения. И гимнасты делают уже второй сезон, второй год этот элемент. Но это все очень индивидуально. Это должна быть очень сильная шея, скажем так. Ну, а вы сейчас видели спеллу Драгас, тренера Александра Джурджукулеза, которая еще совсем недавно носила фамилию Джурджукулезку. Она из Румынии. И именно спелла Драгас поспособствовала тому, что эта гимнастка стала выступать за Италию. Вообще, девочка считает ее второй мамой, потому что она многому научилась у нее. Вплоть до того, как спрягать правильные глаголы на итальянском. Семья этой гимнастки эмигрировала в Италию из Румынии еще в 2010 году. А девочка выступала за Румынию. Некоторое время жила у себя на родине с бабушкой и дедушкой. Но вот сейчас она живет и тренируется в Италии. Выступает за нее достаточно успешно. Третий результат. И нам осталось посмотреть с вами только выступление еще одной итальянки Милены Балдасари. Ее провожает на ковер Джульетта Канталупи. Тренер корни семейной Джульетты Канталупи находится в Болгарии. Ее мама Кристина Гюрова – дочь известной легендарной Джульетты Шешмановой, болгарского тренера и гимнастки, которая временно ушла из жизни. Это была авиакатастрофа. И вот девочку Джульеттой назвали в честь бабушки. Но сейчас на работу гимнастки этого тренера смотрят ее дедушка и двоюродные братья. Они сидят в зале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такая фортепианная обработка народной песни украинской «Щедрик». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень-очень душевно выполнила то, что задумано. И, скажем так, вот прямо ювелирный сам рисунок. Это делают только великие гимнастки. Очень сложно. Не было ни рывков, ни таких жестких переводов. Это присуще и нашей школе, наша сборная только так работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы перетекала лента из одного рисунка в другой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фарфалли, так называют итальянцы своих гимнасток-бабочки. Ну, правда, немножко похожи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второе место. Серебряная медаль. Поздравляем Милену. Заслуженно, заслуженно. До слез, до слез. Помнится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как соответствует название вот этого места, куда приходят девочки ожидать оценки. Ну, правда? Киснт край. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ворвались итальянские гимнастки-личники, индивидуалки. И посмотрите, они радуют не только тем, что они подняли свой технический уровень. Итак, Саша Милена Линой. Вот таков расклад. Вот еще одна золотая медаль в нашей российской копилке. Поздравляем, Сашенька, поздравляем. Мы уже отмечали накануне, что очень оперативно церемония награждения проводится. Нет пауз. Это очень хорошо. И мы с вами увидим сейчас эту очень приятную для российского болельщика церемонию. Арина Аверина за своего сирийского церемоника получает бронзовую медаль. Поздравляем, Арина. Пожалуйста, паузы от Белорус. Катерина Галкина. И вот выступая, они соперничают, а вообще очень дружные представители нашего вида спорта. Они могут в любой момент выручить друг друга, если вдруг что-то произошло на разминочном ковре с предметом или по какой-нибудь другой надобности. Да, молодец, Катюша. Сочла за туру Табаэнси. Перестал почет и поздравить Арину. И Дина. Две сестрички, которых тренирует Вера Шаталина. Ну и, конечно, не спускает глаз Ирина Александровна Винер. А также большой коллектив участвует в работе над этими гимнастками. И вот не зря сейчас мы видим успех. Ну а медаль вручил наше день Арине Альвериной, простите, от волнения, президент Испанской Федерации художественной гимнастики Езус Карбалью. Дарья и господа, медаль вручил наше день Арине Альвери. Дарья и господа. Дарья и господа. Позвольте, дорогие друзья, мне процитировать фрагмент интервью Ирина Александровна Винер. На вопрос, как оцениваете работу вашей команды, она сказала, хорошо, они работают с душой. На трибунах наших болельщиков тоже неподражаемы. Самое приятное, что не только девочки на пьедестале пели наш гимн, но и болельщики. Получился настоящий хор. Это и называется патриотизм. Несмотря на характер бойцовский, это все еще молодые девушки, трогательные, симпатичные. И они показали, что они близнецы, потому что их сердце едино. Вторую медаль на чемпионате мира получает гимнастка из Израиля. Серебро за обручь и бронзу за ленту. А это первая медаль для Милены Балдасари. Итальянки. И первая серебряная медаль Италии на соревнованиях такого раму. ...великой чемпион и победитель голодного медала, финальный раму, и 36-летний чемпионат мира, из Русской Федерации, Александра Солдатова. Вот она, Александра, сколько пота. Слез не видела, не могу сказать. Сколько работы. И она порадовала всех, кто в нее вкладывал. Она всех поражает своей красотой, грацией. Некоторые даже говорят, что ты и есть художественная гимнастика. Они все очень разные. Да, это хорошо. Да, бывают блондины, бывают брюнеты, зеленоглазые, темноглазые. И всех мы любим. Просто художественная гимнастика многолейка, разнохарактерна, как и женский характер. Медаль вручает абсолютная чемпионка мира Мария Петрова, президент Федерации художественной гимнастики Болгарии Иоанна Раева. Ну вот, Саша, чемпионка мира не только в командной борьбе. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Поздравляем весь коллектив, который работал над этой победой, над общей победой российской художественной гимнастики. И пожелаем девочкам справиться с собой завтра. Добро пожаловать в Казахстан! Сегодня закончился командный турнир. Так что под сводами спортивного комплекса «Арнец» трижды будет звучать, дважды прозвучал и третий раз прозвучит гимн России. Добро пожаловать в Казахстан! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, пятый комплект наград на чемпионате мира. Это комплект наград за командные выступления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Небывалый случай. Приглашены лидеры команд. Вдохновители, организаторы этой победы. Главные тренеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда Италия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда Болгарии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жильято Канталупи, лидер команды Италии. Поздравляет своих болгарских коллег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рядом с девочкой Небелой, тренер Бронимира Маркова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серебряная медаль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ирина Александровна, Ирина Русманова провожает своих девочек. Дину Аверину, Арину Аверину, Александру Солдатову. На высшую ступень пьедестала почета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот они, наши девочки, завоевавшие золото в командной борьбе. Умницы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз поздравляю. Весь огромный коллектив сборной команды. России, возглавляемой Ириной Александровной. Большое спасибо всем, кто помогал, организовал работу и тренировки таких замечательных наших гимнасток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это пятая золотая медаль нашей сборной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жалко, что тренеров не награждают медалями. Я думаю, что они их вполне заслужили. Может быть, это будет новая традиция художественной гимнастики. Знаете, некоторые девочки свою медаль... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я слышала об этом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уходя с пьедестала, вешать на шею тренеру, это очень тропоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одевает на шею тренеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Награждает Наталья Кузьмина, глава техкома ФИШ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто конкурс красоты, а не чемпионат мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яркие девочки, яркие выступления. И дефилия костюмов тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роскошь, роскошь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как долго они шли к этому, как трудны были методы проб, ошибок в подборе своей программы, музыки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поиски музыки. Да, поиски музыки. Несколько раз менялась, менялась характер. Поиск купальников. Ну, и вот мы видим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин